Здравствуйте, у микрофона Майкл Наки. За что мы с вами не любим пропагандистов с федеральных каналов? Ну, во-первых, за то, что они постоянно врут. Врут не очень убедительно, врут поверхностно, но этого хватает для того, чтобы очень впечатлительным людям, которых много в Российской Федерации, внушать совершенно безумную информацию, безумные версии. Но ладно бы они это делали за деньги коммерческих структур, ну или, может быть, не знаю, за свои собственные, знаете, как иногда человек, который хочет выпустить книгу, он приплачивает издательству, чтобы его книги выпускали. Как это было, например, с Маргаритой Симоньян, книга которой, судя по обложке, вот вы можете ее видеть, называется «Черные рассказы глаза», хотя Маргарита Симоньян считает, что называется она совсем по-другому. Весь этот банкет исключительно за наш с вами счет, да, потому что, ну, с одной стороны, казалось бы, коммерческие каналы, там, первый канал Russia Today, да, то есть они должны зарабатывать сами, у них есть какие-то, по их словам, успешные шоу, да, и вот, как бы, какие могут быть претензии к коммерческим каналам. Проблема в том, что коммерческие они лишь формально. На самом деле они существуют на дотации из государственного бюджета и сами себя не окупают. Так, в прошлом году, например, был громкий скандал, когда первый канал задолжал телецентру Останкино почти 2 миллиарда рублей, миллиард из которых он не выплатил в срок. Из-за этого даже в Останкино говорили, что мы, вообще-то, ребят, провести ремонт не можем, нам первый канал вообще денег не платит, уже огромное количество времени, трубы текут и скоро вообще все рухнет. Но не рухнуло, к сожалению, и продолжает существовать. В следующем 2021 году субсидии на каналы повысятся на 40 процентов, до 103 миллиардов рублей. 103 миллиарда рублей из бюджета будет выделено на то, чтобы Маргарита Симоньян или какой-нибудь Артем Шейнин продолжали выносить как натуральные, так сказать, продукты жизнедеятельности, так и фигуральные, неся в уши нам абсолютную чушь и околесицу. И понятно, что мы-то с вами их особо не смотрим, но иногда видим смешные нарезки в Твиттере, когда уж совсем какую-то нелепую дичь толкают вот эти великие ведущие. Но, к сожалению, огромное количество наших с вами сограждан смотрит это все, продолжает это впитывать, в них культивируется ненависть, ненависть ко всему, чему угодно, потому что пропагандисты эти работают не по каким-то, знаете, таким заумным и интеллектуальным лекалам, а просто путем простого повторения всяческой лжи. Но сегодня я не буду разоблачать российскую пропаганду, во-первых, для этого есть передача «Фейк Ньюс на дожде», замечательная абсолютно, а во-вторых, ну что там разоблачать, просто как определить, что ведущий федерального канала врет, ну он рот открывает, да, и этого вполне достаточно. Сегодня хочу рассказать вам про другое, про достаточно животрепещущий вопрос, которым, я думаю, вы не раз задавались. А сколько все-таки зарабатывают вот эти вот, так сказать, артисты ртом? Сколько им выплачивается конкретно денег? Кто из них получает больше, кто меньше? И о каких суммах идет речь? Я видел много инсинуаций на эту тему, разные люди предполагали, появлялись какие-то якобы сливы, но здесь издание «Инсайдер» провело собственное расследование. Сергей Гижов, автор этого расследования, достаточно известный в журналистских кругах, собственно, человек по профилю расследований и выяснил, сколько же получают все эти ведущие, и сейчас я вам про это подробно расскажу. Подлинность информации подтвердить я, конечно, не могу, потому что сам свечку не держал, но, во-первых, Сергей Гижов действительно достаточно известный журналист-расследователь, а во-вторых, он ссылается на источник, который знаком с базами федеральной налоговой службы, то есть все эти деньги, ну, эти люди обязаны регистрировать свои доходы в федеральной налоговой службе. И, собственно, давайте начнем. На последнем месте человек со сложной судьбой, но, знаете, мне никогда не казалось это хорошим оправданием. Мало ли у нас людей со сложными судьбами. Вон я смотрел выпуск про тиктокеров, и там кто-то из детдома, у кого-то были галлюцинации, в общем, действительно сложные судьбы. Ну, если бы Андрей Норкин завел тикток, то у меня бы к нему вопросов никаких не было. Но нет, он долгое время шел путем такого, знаете, журналиста, отчасти оппозиционного, отчасти адекватного. На их Москвы у него была передача, Коммерсант-ФМ, когда Коммерсант-ФМ еще не скурвился. Но потом вектор его сильно изменился. Поговаривают, что это связано с тем, что он взял валютную ипотеку, а потом был 2014 год. И, собственно, сумма ипотеки увеличилась вдвое. Вот тот самый Путин, которого теперь Норкин облизывает в эфире и привел к тому, что Андрею Норкину пришлось в этот эфир, собственно, идти. Немного иронично, я считаю. Не будем касаться его каких-то аспектов, связанных с его собственной жизнью. Важно лишь то, что это человек, который занимается пропагандой, выгоняет людей из студии на показ, держит каких-то клоуных экспертов, глумится над всем, над чем можно глумиться. В общем, такой, знаете, типичный пропагандист, правда, не очень яркий, не очень харизматичный. Единственное, за что можно сказать спасибо Андрею Норкину, это то, что он регулярно тащит в эфиры на НТВ маэстро Панасенкова. И это придает эфирам определенный шарм. Так вот, за ведение этой ежедневной передачи, ну, которая выходит каждый будний день, Норкин получает 4 миллиона 300 тысяч в год. Это почти 359 тысяч в месяц. Надо сказать, что на уровне других пропагандистов это не такая уж и большая зарплата, но мы-то с вами, собственно, как сказать, мы считаем по обычным людям. Более того, Андрей Норкин не приносит никакой пользы. Андрей Норкин приносит только вред, бесконечным враньем и культивированием ненависти, да, из своего эфира. Кстати, интересная история. Именно на передачу Норкина меня звали. Мне написала один из их продюсеров и сказала, что она смотрит этот канал. Спасибо вам большое, передаю привет, если вы до сих пор его смотрите. И вот пригласила к ним на передачу. Я сказал, что, конечно же, не пойду. Забавно, что именно туда меня хотели позвать. Я теперь себя чувствую немножко обиженным, почему меня хотели позвать к самому низкооплачиваемому из федеральных ведущих. Ну да ладно, черт с ним, с Андреем Норкином. Он занимает почетное последнее деревянное, наверное, место в этом рейтинге, которое составило издание Insider. Следующим человеком с конца в этом списке является любимый многими Дмитрий Киселев. Он уже не так популярен и не такой мейнстримный. Он не устраивает передачи с большим количеством псевдоэкспертов. Не ведет свои YouTube-каналы. Правда, один раз пытался, значит, быть в образе рэпера и читать рэп. Ну, что поделать, не все вовремя принимают собственные таблетки. Дмитрий Киселев, который является одним из символов российской пропаганды и агрессивности этой самой пропаганды, который является также символом двуличия, когда он может в одно время, значит, работать и брататься с одними людьми, работать на украинских олигархов, готовить картошку Порошенко, а потом с такой же легкостью поливать Украину и, собственно, к ней ненависть агрегировать в российском обществе. Меня зовут Дмитрий Киселев. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. Он ведет четыре передачи в месяц. С этими передачами вы наверняка знакомы. Не в смысле с ними конкретно, а с их существованием. Помните, радиоактивный пепел, вот это вот все совпадение, не думаю. Вот это все мемы, принадлежащие Дмитрию Киселеву. За мемы спасибо, за деятельность его не спасибо. Это Вести недели. Далее в программе. Он зарабатывает за, вот только за этот аспект своей работы, в заведении этих передач, 4,6 миллиона рублей в год. Ну, то есть 4 миллиона 600 тысяч в год. Что это значит? Это значит, что где-то 380 тысяч в месяц, но на самом деле почти 100 тысяч за каждый вот этот свой вытер, за каждую свою передачу получает Дмитрий Киселев. Это не считая того, что он возглавляет агентство МИА России сегодня, где непонятно, сколько ему платят. Об этом есть лишь только слухи, но слухи здесь неохота вам проецировать. Платят ему много, уж поверьте. Но вот такой небольшой приработок, 100 тысяч за одну передачу. Почему бы и нет? Опять же, ничего бы не имел против этого, ну, кроме того, что Дмитрий Киселев лжец и абсолютный лицемер. Ничего бы в этом плохого не было, помимо этих двух пунктов, если бы это не было все за наши с вами деньги. Следующее место меня возмущает достаточно сильно, если честно. А на следующем месте у нас Наиля Аскерзаде. Наиля Аскерзаде очень плохой журналист, ужасный интервьюер, и вообще не была бы заметна, если не расследование Навального про нее. Несмотря на то, что ей достают топовых спикеров внутри Российской Федерации, главы крупных компаний, там, Ротенберг, Сечин, то есть те, кого другие журналисты, и уж не говоря о том, что не журналисты государственного или аффилированного с государственным телевидением, вообще не могут достать никакой в жизни. Она их достает и делает ужасные интервью. До расследования Навального ее интервью выходили где-то за полночь, то есть где-то поздним вечером, и никто их не смотрел. Но после расследования Навального, да, поскольку Навальный про кого-то говорит плохо, значит, надо показать, что мы, значит, этого человека очень любим, ее перенесли на дневной слот в том числе, и вообще ее имя прогремело очень сильно во всей российской медиатусовке, в медиапространстве. Почему меня так сильно возмущает именно ее кейс? Ведь она не классический пропагандист, да? Она не призывает с экрана телевизора, значит, ненавидеть Запад, гейропейцев и все остальное. Она так умиротворяюще говорит, Игорь Иванович, как вы стали таким великим? Тяжело ли, Аркадий Ротенберг, вам справляться с тем, что вы взвалили на себя на ваши могущественные плечи? Ну вот что-то такое напоминает ее интервью. И почему меня это раздражает? Потому что, так сказать, сожитель или любовник, я не знаю, как правильно, как они себя определяют, кстати, пусть расскажут, как они определяют себя, это Андрей Костин, который ей дарит яхты, личный самолет и квартиры и все на свете за миллионы долларов. Кстати, что примечательно, тоже за наши с вами миллионы долларов, то есть это тоже наши деньги. Их получает Наиля Аскерзаде от Костина, а еще она от нас с вами получает 6,5 миллионов в год за свою вот эту вот деятельность, где она типа интервьюер. Ну то есть, ладно, но хочешь ты вести интервью, хочешь ты общаться, ну слушай, ну да откажись-то от этих денег, ну все же дали, все же есть, причем мы же опять дали, опять с наших налогов. Но нет, 6,5 миллионов больше, чем у Дмитрия Киселева, губат не дура. И вот это меня злит дополнительно, и возможно именно из этих карманных денег, потому что по сравнению с тем, сколько стоит яхта, которую ей подарил Костин, это несопоставимые деньги, потому что, ну там речь о миллионах долларов, здесь все жалкие 6,5 миллионов рублей. Да, мы с вами не факт, что столько заработаем за жизнь, но вот как бы Наиля Аскерзаде столько получает за год. И возможно именно за эти карманные деньги она купила табличку для Андрея Костина с очень странным содержанием, в которой была цитата, где было написано «Мы с тобой одной крови». Я, конечно, сейчас играю в Crusader Kings 3, где можно сделать династии с инцестом и всем остальным, но выглядит достаточно странно. Но не мне осуждать их любовь, у каждого она своя, каждый сам имеет право выражать свои чувства, как он считает нужным, но, пожалуйста, не за наши деньги, не за наш, заработайте свои, сделайте контент, который будет прибыльным, и, соответственно, на нем зарабатывайте, потом пишите на табличках в Нью-Йоркском парке, что вам заблагорассудится. Но нет, нет, нет. Сразу с двух сторон нас, так сказать, с вами обирает семья Костина Акзады. Едем дальше. Самый фантастический персонаж, на мой взгляд, этого рейтинга, это, конечно, Андрей Добров. Андрей Добров – любимец передачи фейк-ньюс на телеканале «Дождь». Не знаю, кстати, выходит ли она на телеканале, в Ютубе у них выходит точно, всем рекомендую, сам регулярно смотрю. У них уже, правда, стало меньше разболочений фейков и больше каких-то кеков и веселых моментов, но, тем не менее, все равно передача абсолютно гениальная, пусть она выходит и дальше. Андрей Добров, как и многие другие сотрудники телеканала РЕН-ТВ, в нынешней его ипостасе, когда-то РЕН-ТВ был великим телеканалом. К сожалению, сейчас от величия осталось только количество мемов, которые связаны с пришельцами и РЕН-ТВ. Андрей Добров, как и все на этом канале, помешан на теориях заговора. У него достаточно странная графика, и все это выглядит нелепо, а его рассказы, мягко говоря, специфические. Андрей Добров зарабатывает на вот этом своем, так сказать, продукте, жизнедеятельности его канала по 7 миллионов в год. Его передача Добров в эфире выходит как раз на телеканале РЕН-ТВ, и за нее он получает 7 миллионов в год. Сколько это? Ну, это почти 580 тысяч в месяц. Не самый большой показатель. Вы удивитесь от того, кто будет на первых местах, и сколько они зарабатывают. Тем не менее, Андрей Добров, опять же, один из самых, наверное, маргинальных ведущих российской пропаганды, потому что он не просто кастерит всех вокруг, но и постоянно выдает сюжеты, связанные с какими-то там комарами-убийцами, или там британские, рассказывает про то, что британские шпионы отравили Навального, еще что-нибудь такое. Ну, то есть, буквально один из самых шизоидных ведущих федерального ТВ. Следующий наш герой, до недавнего времени не очень известный, Роман Бабаян. Значит, я искренне сочувствую людям, которые работают на радиостанции «Говорит Москва», куда главным редактором назначили именно Романа Бабаяна. Он вообще ничего не понимает в радиоэфире. Это видно потому, как он пишет о рейтингах, сравнивая спортивную передачу выходного дня и разговорный политический эфир буднего дня. Да, ну, то есть, человек не представляет вообще, чем он занимается, что он делает. Ну, слушайте, все из перечисленных людей, они, конечно, недалекого ума. Ну, или, как минимум, может быть, они хорошие актеры и свой далекий ум хорошо скрывают. У Романа Бабаяна есть передача на НТВ, которая называется «Своя правда». Правда, у него там действительно своя к реальности не имеющая никакого отношения. Но, опять же, я могу опять перечислять, что он постоянно врет в своих эфирах. Он постоянно как-то совершает логические... Ну, ладно, нет там никаких логических ошибок, потому что нет даже попыток построить логические цепочки. Тем не менее, мы здесь зачем с вами? Мы с вами за тем, чтобы узнавать зарплаты всех этих людей. Зарплата Романа Бабаяна открыта, так как он является депутатом Мосгордумы, и он заработал вот за этот 2019 год 12 миллионов рублей. Следующие две строчки это семейная пара и меня возмущает, если честно, расклад доходов этих двух людей. Меня, конечно, возмущает и то, что сколько денег они получают за свою вредительскую деятельность. Наверное, это одни из самых больших вредителей, потому что их охотно смотрят и охотно рекомендуют. Это Ольга Скобеева и Евгений Попов. Причем, что на мой взгляд возмутительно, на восьмой строчке Ольга Скобеева, а на седьмой Евгений Попов. У них, правда, не такая большая разница в доходах, всего там где-то 100 тысяч в год, но тем не менее, Ольга Скобеева намного заметнее Евгения Попова. Она вообще сама устраивает все шоу в этих 60 минутах проклятых, которые они выпускают. И почему ее доходы меньше, чем у ее мужа Евгения Попова, совершенно непонятно. Но не будем здесь становиться защитниками Ольги Скобеева и Евгения Попова. Врут они примерно одинаково, хотя Ольга Скобеева чуть чаще, потому что она чаще говорит в этой передаче. Ток-шоу 60 минут выходит на телеканале России, иногда длится 180 минут, что, конечно, не очень понятно, но, собственно говоря, если врать во всей своей передаче, то почему бы не соврать и в названии передачи. Тоже вполне себе оправданный для них ход. 12,8 миллиона получает Ольга Скобеева, то есть 12 миллионов 800 тысяч, и 12 миллионов 900 тысяч получает Евгений Попов, ее муж. Ну, то есть вот мы уже подбираемся к суммам, когда люди получают по миллиону в месяц за свое вредительство, да? Потому что я напомню вам, что на следующий год на 40% увеличено субсидирование всех этих убыточных каналов. 103 миллиарда будет выделено на производство вот этого всякого, то, что они называют контентом, я бы назвал по-другому, но мы здесь с вами люди приличные, хотя такое Артем Шейнин выносил в студию к своим гостям. 103 миллиарда из бюджета, то есть из наших с вами налогов. И даже если не из наших с вами налогов, то есть может быть это что-то с налогов с предпринимателей, то есть бюджет-то он общий, но эти деньги, они бы могли пойти много на что-то другое, не знаю, на школы, на нехватающие детские сады, на дороги, которые у нас развалины, на ликвидацию последствий коронавируса. Ну, когда Путин, его просили раздать деньги во время коронавирусной инфекции, он говорил, денег нету, денег нету, но потом все-таки как-то выжил из себя по 10 тысяч на детей. 103 миллиарда рублей, которые уходят не просто не на полезный продукт, а на вредный продукт. Вот эти 103 миллиарда на то, чтобы Евгений Попов и, значит, Ольга Скобеева заработали по миллиону в месяц. Понимаете? Мне кажется, это немножко безумие, но вы офигеете, что будет дальше, поэтому пока продолжайте смотреть ролик, там в конце, конечно, какая-то крышесносная информация. Но если вам ролик смотреть уже надоело, то по ссылке в описании есть эта самая статья инсайдера, и вы можете не тянуть интригу, а сразу перейти к первым местам. Дальше мой любимый персонаж. Это Петр Толстой. Более отвратительного человека и государственного деятеля я не припомню за всю историю Российской Федерации. Нет, понятно, есть люди, которые совершают больше злых действий, больше вредных действий, которые возглавляют эту страну и прочее, но Петр Толстой отвратительный как человек. Человек, прославившийся своими антисемитскими высказываниями. Он думал, что никто не снимает, и его никто не слышит, поэтому предложил и стал рассказывать про черту оседлости, что оттуда повылезали, и все это плохо сделали. Но ладно, черт с ним, с антисемитизмом, эта черта присуща многим людям. Что уж тут поделать, кроме просвещения? Да, потому что ни с чем другим, кроме отсутствия образования и отсутствия развитых когнитивных способностей, этот параметр не связан. Но черт с ним. Петр Толстой, это вот прям образец какого-то наглого лжеца. Передача, которую ведет Петр Толстой, называется... Сейчас я даже посмотрю, потому что настолько ее никто не смотрит, что сложно запомнить. А, ну конечно, «Толстой и воскресенье». Эти люди вообще любят совать свои имена и фамилии в названии передачи, хотя в этом нет ничего плохого. В конце концов, у меня канал Майкл Некки называется. Ну, это правда мой канал, я не беру деньги из бюджета на него. И вообще здесь нет вот этой все лжи и нагнетения ненависти, которые есть у Петра Толстого. Но о Петре Толстом не очень хочется много говорить. Это действительно отвратительный персонаж. И как бы не хочется посвящать ему времени вообще. Тем не менее, зарабатывает этот отвратительный персонаж 17,5 миллионов рублей в год. По крайней мере, только официально. Часть из этого — это дунская зарплата. Но дунская зарплата, как-то неудивительно, тоже идет из бюджета, тоже из наших с вами денег. То есть это человек, который зарабатывает полтора миллиона рублей в месяц за то, что портит отношения с другими странами, с религиозными группами, с этническими группами, ну и вообще несет полнейшую ахинею, позоря действительно великую фамилию. Уже давно в народе появилась присказка на словах «то Лев Толстой, а на деле Петр». И на мой взгляд, худшего оскорбления для человека подобрать просто невозможно. Алексей Пушков в этом списке, мне кажется, зря, но тем не менее он там есть, поэтому упомянем и его. Я не считаю его пропагандистом, я считаю просто это каким-то мемом галактического масштаба, потому что постоянно появляются публикации, Пушков прокомментировал, Пушков высмел, это какой-то просто невероятный бред, я не понимаю вообще, кто на это ведется, кто всерьез это может воспринимать. Тем не менее, Пушков получает 18 миллионов рублей в год. Конечно же, из наших с вами денег. Четвертая строчка, любимая многими, Владимир Соловьев. Единственный из всех перечисленных людей, который смог выучить мою фамилию. Изначально у него не получалось. У Майка Найки, извините, или как его зовут, Найки Майки, не знаю, то есть что-то, человек с кличками вместо имен. Но потом он справился и даже смог произнести мое второе имя, помимо фамилии и первое имя. За это большое спасибо Владимиру Соловьеву. Он иногда пиарит вот этот маленький, уютненький канал, причем делает это достаточно странно. Ну, то есть берет какой-нибудь просто ролик, ну, ставит его, ничего не говорит и просто дает своим зрителям его посмотреть. Спасибо большое, Владимир Рудольфович, за пиар, но вы все равно говно, а не человек. Много рассказывать про Соловьева никакого смысла не имеет. То есть этот человек не просто глупый, это человек вспыльчивый, а безусловно талантливый. Он может красиво строить фразы, но если в них вдумываться и вчитываться, это совершенное безумие. Ну, как он, например, находит, мой любимый вообще эпизод из последних был. Понимаешь, врет он постоянно, но вот прям уровень, уровень вот его погружения, мне кажется, идеально иллюстрирует, когда он вдруг нашел фотографию Дудя с Михаилом Ходорковским. И сказал, вот, теперь я вижу, кто заказчик, сказал, значит, Владимир Соловьев. Есть маленькая проблема. Заключается она в том, что Юрий Дудь делал интервью с Михаилом Ходорковским, а потом сфотографировался с Михаилом Ходорковским. И, собственно, эту фотографию, Владимир Соловьев, точнее, ему прислали, эту фотографию из инстаграма Юрия Дудя. И там даже Юрий Дудь в той же одежде, в которой берет интервью у Михаила Ходорковского. Ну, то есть, это вообще за гранью добра и зла. Но я понимаю, Владимиру Соловьеву нужно много денег, поэтому он всячески пытается лезть и на YouTube, и куда-то еще. У него радиопередача, у него телепередача. Он намного успешнее своего коллеги Дмитрия Киселева. И доверяют Соловьеву, кстати, очень много россиян. К вопросу, зачем вообще нужны такие ролики, зачем обсуждать очевидно, зачем нужна программа фейк-ньюс на дожде, зачем разоблачать это все. Огромное количество людей в России продолжает все это слушать, продолжает им верить. Так пусть это огромное количество людей в России знает, что вот это все, весь этот шлак и все это вранье они получают, при этом приплачивая, например, Соловьеву, более 50 миллионов рублей в год. И это почти 4 миллиона, даже больше 4 миллионов рублей в месяц. То есть, на самом деле, за месячную зарплату Владимир Соловьев может на год себе купить Норкина, например. Правда, вряд ли он ему нужен, но сам факт, мне кажется, это достаточно занимательно. Занимательным и грустным, конечно. Деньги он получает и от Радио Россия, и от своей передачи, и от своей фирмы, и от своей консалтинг, которая, как выясняла ФБК, по непонятным причинам имеет большое количество контрактов от Сбербанка. Причем контракты эти совершенно ничем не обоснованы. Но об этом подробно рассказывали ФБК, погуглите, если вам интересно. Следующие два персонажа тоже семейная пара. Их уже подробно разбирал Фонд Борьбы с Коррупцией. Алексей Навальный посвятил им даже несколько расследований. Это, конечно, Тигран Киасаян и Маргарита Симоньян. Ну, знаете, это такая пара суперзлодеев. Ну, как суперзлодеев? Они не суперзлодеи, они достаточно нелепые. Программа Международной пилорамы Тиграна Киасаяна это просто какое-то недоразумение, которое нельзя показывать примерно никому. Ну, собственно, никто ее и не смотрит. Да, а, собственно, все, что делает Маргарита Симоньян, телеканал Russia Today, стримы, которые они делают, всевозможные там вещи, которые они пытаются распространять, накручивание собственных видео в Ютубе, которые Маргарита Симоньян параллельно проклинает и предлагает закрыть постоянно. То есть, все, что они делают, достаточно нелепо. Они попробовали снять фильм, это провал, провал кассовый, да, приходилось гонять школьников сюда, вот этот вот Крымский мост, что-то с любовью, сделано с любовью. Самое лучшее, что породил этот фильм, который они вдвоем делали, это обзор Бэткомедиана на этот фильм. Больше ничего хорошего не произошло, кроме пополнения бюджета Читы Симоньян. Об этом вы также можете увидеть в фонде борьбы с коррупцией. Просто не хочу дублировать их как раз расследование, потому что я думаю, что многие из них вы уже видели. При этом надо понимать, что только официальная зарплата Маргариты Симоньян в МИА России сегодня составляет 20 миллионов рублей в год. В АНО ТВ Новости, это юридическое лицо фирмы РТ, она получает 16 миллионов рублей в год за свою деятельность. В общей сложности, если не брать в расчет схемы, вскрытые Алексеем Навальным, Маргарита Симоньян получает 36 миллионов рублей в год. Почему она выше здесь в рейтинге? Потому что есть еще вот расследования как раз, которые говорят, как они там в обход всего пилят на всем. На международной пилораме пилят. Ну, самоирония хоть какая-то есть у них. Ну и гвоздь сегодняшней программы. Кого вам для счастья не хватало? Как вы думаете, кто самый дорогой пропагандист современного российского телевидения? Для меня это было удивительно. Насколько я понимаю, это было также удивительно для автора статьи Сергея Ежова, которая написана в Инсайдере как раз с зарплатами всех этих ведущих. Напомню, ссылку в описании. Часто напоминаю, потому что в целом видео сделано по материалам именно этой статьи. Просто она почему-то на мой взгляд разошлась не таким большим масштабом, каким могла бы. И я поэтому делаю видео вот для вас, чтобы вы про это тоже знали, про всю вот эту информацию. На первом месте Артем Шейнин. Ну, то есть буквально дворовый гопник, хотя это оскорбление для дворовых гопников. Человек без проблеска малейшего интеллекта в глазах. Есть видеозаписи с корпоративов, где он ведет себя как свин. Ладно, на корпоративах все мы иногда можем вести себя немножко странно, но он ведет себя и в эфирах как на корпоративах. И непонятно по какой причине. Кричит, да, я убивал. Хотя, кого он убивал, непонятно. Когда его находят фанаты, безусловно, в кавычках, в Европе, и он начинает бычить, а они начинают в ответ ему говорить, да ты что, офигел? И плюют ему в лицо, он просто уходит в сторону. Я против насилия. Хорошо, что Артем Шенин уходит в сторону, но тот образ, который он строит, совершенно не похож на Артема Шенина в реальной жизни. И это не единственная проблема. По количеству вранья и дезинформации и количеству новостей, которые Артем Шенин берет из замечательного издания «Панорама», в котором публикуются фейковые новости, причем он берет не только российские, но и вот похожие сайты зарубежные, но редактор ему, видимо, приносит. Он, безусловно, лидер. И по количеству манер поведения и моделей поведения, которые он ретранслирует для зрителей, это один из самых вредных пропагандистов. И на него меньше всего устремленного внимания тех, кто разоблачает пропаганду, или тех, кто, соответственно, как бы маркирует людей как людей с отрицательной репутацией. Потому что Артем Шенин, конечно, ну что, какой-то бегает там быдлан по Первому каналу, что-то рассказывает, выносит ведро с фекалиями, значит, гостю. Кстати, по информации моих источников, и это правда, мои источники, даже там был обман, даже это были не фекалии, а маффин, выдавленный маффин в это самое ведро. Уж можно было бы как бы пойти до конца, хоть скоро вы хотите показать все свое естество на Первом канале. Ну вот Артем Шенин, он как бы на первом месте этой строчки. Это такой аналог рейтинга Forbes, если знаете, точнее рейтинга, ну, не то чтобы своровавших людей, но людей, живущих на нашей налоге. И, конечно, основные люди, которые здесь во всем виноваты, это не эти жалкие ведущие, которые продали свои филейные части и свою совесть, иногда за не очень большое, иногда за огромную цену. Основные люди, которые здесь виноваты, это те, кто им эти деньги выдает, забирая их из бюджета. Да, то есть это буквально правительство, это буквально президент и, соответственно, директора этих телеканалов. Так вот, Артем Шенин получает 100 миллионов рублей в год, 100 миллионов, больше миллиона доллара получает Артем Шенин, ведущий дневной нелепой передачи, которая ничего интересного и ничего полезного не предоставила за все свое существование. Причем весь его доход это не из каких-то дополнительных проектов, это все платит ему первый канал. И здесь мы возвращаемся к началу видео. Тот самый первый канал, который настолько убыточен, что не платит Останкина, в котором находят. Часто они, конечно, уже заплатили, когда это все стало вообще известно, и когда Останкин сказал, ребят, мы тут вообще закроемся сейчас, если вы нам деньги не дадите. И на все это тратится рекордные суммы. Ну вот, сегодняшний топ, пишите вашего любимого, опять же, кавычках, ведущего в комментариях, или что, или как вас там, ну не знаю, хотел сказать, напишите, что вас возмущает, а что тут возмущает? Что за наши деньги нам же впаривают вот это все. То есть не нам, конечно, все это впаривают, а нашим матерям, сестрам, бабушкам, дедушкам, отцам, сестрам, братьям, сестры уже были, по-моему, ну в общем, всем буквально. Этих людей продолжают слушать и смотреть, и это ужасно. В общем, длинное видео получилось, но мне кажется, безумно интересно. Если вам формат такой понравился, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал, и в последнее время YouTube почему-то очень часто не выдает ролики подписчикам, поэтому еще можете поставить вот этот самый пресловутый колокольчик, который позволит вам получать уведомления о выходящих видео и о стримах. Ну и на Patreon тоже подписывайтесь, подписка на Patreon продолжает выпускать больше качественного контента и делать его еще лучше. С вами был Майкл Наки, всего доброго, пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok